28 декабря 2021 года. Здравствуйте! Наконец-то! Мы с вами опять, да, я уже Анне говорю каждый день, люди уже начнут обидеться на нас, почему мы так не выходим, потому что мы бросили их. Нам все равно, на самом деле, все не так просто, да? Да, дорогие мои, мы переехали, мы переместились в Северную Ирландию. И говорим мы с вами сейчас уже не из города Иерусалима, а из маленького, уютного, очень красивого древнего городка Ньюри. Ньюри находится на границе с Южной Ирландией, так что мы совсем недалеко, ну, в часе езды где-то от Дублина и примерно в 40 минутах езды от Белфаста. И это как же нас сюда занесло? Каким ветром? И почему? И что случилось? И вернемся ли мы на Святую Землю? Ну, во-первых, я скажу сразу, чтобы, да, все было сразу ясно и понятно, да, мы переехали, то есть мы планируем жить здесь, в Великобритании, в Северной Ирландии. Вернемся ли мы на Святую Землю? Как скоро вернемся? Ну, во-первых, однозначно, конечно, вернемся, да, еще не раз. Во-первых, Иерусалим это моя родина, то есть я родился в Иерусалиме, у всех нас есть израильское гражданство, у нас, мы находимся, наш город находится между двумя международными аэропортами. Как граждане Израиля мы можем даже во время строжайший локдаун и карантин перелететь в Иерусалим, так что если понадобится, конечно, у меня там и семья, у меня там есть работа, то есть, в принципе, и академическая, и друзья, и сестры, и много всего другого, так что в Иерусалиме, конечно, будем, но наш дом, наша база будет однозначно здесь. И переезд в Северную Ирландию это продолжение нашего пути, нашего путешествия, как вы уже знаете, у нас странствующее семейство. Здесь, в Северной Ирландии, мы надеемся обрести дом, да, наконец-то, но, тем не менее, наше исследование христианства и мира, наше исследование корней христианства, наше исследование древнехристианских общин и современных христианских общин, жизни христианской продолжается, и продолжается в этой части света. Это не случайно, и об этом вы будете постепенно узнавать все из наших выпусков. Но дело в том, что я думаю, что очень много людей думает, как же так, Рафаил и Анна, они столько нам экскурсий про Иерусалим, столько нам показывали, столько они делились их отношений, любви. Это что это было? Игра, обман, как бы, как они могли покидать тогда такое место? Ну вот, дорогие мои, об этом все, мы хотим вам все по полочкам объяснить, показать, рассказать, и вы сами уже будете судить, так ли это или не так. Давайте! Да, кроме того, что Иерусалим имеет огромное и религиозное, историческое значение, культурное, Иерусалим, но это еще и моя родина, и никто это не отнимет, даже если я туда никогда в жизнь не вернусь. Дело в том, что всю свою жизнь я проживаю в Иерусалиме. Даже когда улетел куда-то за границей, это было всегда, ну, на недели, две недели, максимум три недели. Я нигде не учился в других странах, никогда там не работал, не жил, то есть попутешествовал и всегда вернулся домой в Иерусалиме. Однако, стоит иметь в виду, что я никогда не был владельцем недвижимости в Иерусалиме, и тут это момент, о котором я вам расскажу потом поподробнее. Но также, в каком Иерусалиме я рос, это тоже очень важно. По отцу я тоже израилетянин, иерусалимец, который много поколений здесь живет, однако ориентация моего отца, местного иерусалимца, из сефардской, кстати, восточной происхождения, тем не менее, всегда была в сторону Европы. То есть мой папа всегда дружил именно с эмигрантами из Германии, которые тогда в его детстве, в 60-е годы, здесь было немало. Музыка, которая его привлекла, это тоже Бетховен, Бах, Вагнер, вот такой более европейский дух. А мама у меня, вообще-то, как бы родом из Великобритании, и первый мой язык, естественно, мамин язык, это английский. Да, с сестрами между собой, и в школе я говорил на иврите, но до сих пор с мамой мы говорим, общаемся по-английски. Так что то, что я говорю с моими детьми по-английски, это не какой-то выпендреж, или я куда-то рванусь. Я гражданин Великобритании, по праву матери, вот имею паспорт английский. Я бы никогда не стал, как бы, например, уезжать в какое-то место, которое я не имею, с ним никакие связи, языка не имею и так далее. Вот, так что тут я рос в Иерусалиме, но такой более или менее англоязычный Иерусалим. То есть мои детские книги, сказки, песни народные, nursery rhymes, то, что называется по-английски, это как бы то, на чем я вырос. И во многом я именно этот дух передал детям. И это было мне легко делать, потому что моя жена, то есть Анна, она также росла хоть в СССР, в Москве, но она тоже знала английский с раного детства. Иерусалим для нас удивительный город, но мы также любим не только те исторические места, а те районы, которые были построены в 19 веке. Надо помнить, что в 19 веке, что здесь было? Турецкая Османская империя, а развитие Иерусалима произошло именно из-за европейское влияние. Были немецкие колонии, немецкие кварталы в Иерусалиме, французские, русские тоже. То есть как раз именно эти районы, это те районы, которые мы больше всего любим. Мы когда познакомились с Анной, именно по этим улицам ходили, именно по этим улицам мы с детьми ходим. Так что нам вот создался вот такой очень интересный мирок в Иерусалиме. Но как так жить? То есть это получается, мы как остров, и вокруг этого острова совсем другой мир вокруг. Кстати, Европейский Иерусалим любим не только мы, не только наша семья, а также все православные арабы и арабы-христиане вообще в целом, естественно. И вообще Иерусалим – это всегда был город, в котором было очень сильное христианское присутствие за счёт паломников, не только православных, но и католиков, протестантов, за счёт многочисленных миссий здесь, которые открывали и библиотеки, и школы. Вот наши дети, например, учились в англиканской международной школе. То есть, соответственно, Иерусалим бывает разным. Но главное, что, наверное, нужно здесь сказать и объяснить, это то, что Иерусалим для паломников, для туристов – это прежде всего город молитвы, город храмов, город святых мест, город библейской истории. Это всё так. Но для тех, кто здесь живёт, это вот именно город, где мы живём. И, соответственно, здесь растут наши дети. А ребёнок, как говорят по-английски, it takes a village to raise a child. Нужна деревня, чтобы вырастить ребёнка одного, да? Нужен социум, нужно общение, нужны люди вокруг. В Израиле общество очень структурировано и очень классифицировано. То есть тебя обязательно относят, и не только люди, но и жизнь сама относит тебя к определённой категории. Кто ты, какую нишу ты занимаешь. Если ты репатриант из России, твоя жизнь будет вот такой, как определила для тебя государство. Если ты мусульманин, она будет вот такой, как определяет для тебя, опять же, политическая обстановка и та среда, та религия, в которой ты живёшь. Если ты выходец из Марокко или из Йемена или из Эфиопии, каждый живёт в своей нише, в своём выделенном ему пространстве. Это трудно понять тем, кто не живёт в Израиле. Со стороны паломникам и туристам этого не видно. Но изнутри это так. Соответственно, Иерусалим – это город, где растут дети, где дети играют на улице, где дети общаются друг с другом. Чаще всего общаются внутри своей общины. Если мы христиане, соответственно, община моих детей – это православные и католики, и протестанты тоже, арабы-христиане. Так назовём. Мои дети вряд ли найдут общий язык с иудейскими, израильскими, еврейскими детьми, потому что те, прежде всего, никогда не примут их христианство. В лучшем случае они будут его не замечать. И как бы, да, ну как, простите, бывают люди голубые, да, бывают христиане. Ну, как бы есть либеральные израильтяне, которые вот так относятся. Но, поверьте, это не общение глубокое и настоящее. Да, как бы это достаточно, ну, не очень приятно так общаться, правда же? Соответственно, превратить наших детей однозначно в арабов при всей нашей любви к арабам-христианам, при всей дружбе, чтобы они растворились в арабском обществе, мы не можем. Потому что наши дети слишком европейцы, ну, и они никаким образом не арабы по национальности, да. Рафаэль – еврей, а я русско-польских кровей, и, скажем, тогда тоже еврейских. И, соответственно, никаким образом это невозможно, это будет очень искусственно. И вот поэтому, наверное, и была тяга всегда у нас, живя в Иерусалиме, именно к европейскому международному Иерусалиму. Да, человек, особенно дети, должны быть причастны к какому-то обществу. И тут школа, конечно, это очень важная среда. Я, кстати, вот эту англиканскую международную школу знаю с раннего детства. Мои близкие друзья, когда мне было 7-8-9 лет, были как раз мои соседы, которые именно в эту школу и ходили. Я ходил в обыкновенную израильскую религиозную школу, где я учился на иврите, но мне эта ихняя англиканская школа очень понравилась. Когда Марте уже было 2-3 года, я уже сразу понял, что она не пойдет в израильскую, а именно в эту школу. И я не жалею об этом даже ни на секунду, несмотря на то, что это не дешевая школа. Хоть шли к нам на встречи, делали нам скидки и так далее, но это очень, скажем так, дорогое удовольствие для местных израильских родителей. Для родителей, которые, например, служат, кто-то журналист, кто-то, может быть, командировка здесь, это его работа оплачивает сумму. И получается, что дети растут в этой школе в такой именно англоязычной, международной, но именно с христианским уклоном, вот это очень важно, среды, и они тогда не чувствуют себя как изгоемы общества. Я, конечно, имею очень большое уважение к тем православным и просто христианским родителям, которые могут отправлять своих детей в израильскую школу, и кто-то может даже ладить с ними, кто-то нет. Но я понимаю, что это для меня, для моего менталитета, для моего характера, это не самое лучшее решение вопроса. Тем более, что, как я уже сказал в предыдущем выпуске, праздники там только еврейские, то есть как бы никто не будет к тебе идти на встречу, если ты в воскресный день скажешь, ну, мой ребенок не идет в школу в этот день, у него храм, у него служба, это как бы не принято. В Израиле как бы только пятница, то есть только суббота, это единственный день, когда дети остаются дома. Но даже это не главное. Главное это нету вот это, вот, как сказать, местечковое такое очень провинциальное отношение, что вот есть мы, есть чужие. Вот это как раз мы, которые есть в этой англиканской школе. Хоть не все там мне нравится, но тем не менее, этот мы, он такой очень не эксклюзивный, но инклюзивный. То есть он готов принять всех. И у наших детей там есть друзей. Почему? И израильский, потому что есть родители, которые все-таки израильские, даже не христиане, которые отправляют туда своих детей. Есть дети из англоязычных стран, есть дети из России, из Румынии, то есть изо всего мира. И в каком-то смысле там создается будущее, как бы, наше, как бы, вот будущее наше, как бы, я бы сказал, общество человеческое. Ну и, конечно, особенно все это чувствуется, когда приходит Рождество. В Израиле Рождество не празднуют абсолютно нигде, празднуют его только в тех городах Израиля и в тех районах, в этих городах, где есть какое-то христианское присутствие. То есть из всего Иерусалима елочки, Дед Морозы, вообще какое-то напоминание хотя бы о Рождестве можно найти только в Старом городе и только в христианском квартале Старого города, и только у Новых ворот. В нашей школе, как вы сейчас видели, много кадров была рождественская ярмарка в этом году, первая после локдаунов и ковида, а в Старом городе тоже в этом году особо как-то ярко и празднично все украсили, и мы решили накануне нашего отлета, вот прямо вечером 12-го числа вместе с нашей крестной пойти в Старый город с детками, побывать на зажигании елки. Так сказать, да, ну, конечно, сперва мы приложились ко гробу Господню, думаю, это не нужно объяснять, есть вещи, о которых мы не будем говорить в этом выпуске, я думаю, они и так понятны, а именно наши чувства расставания с гробом Господним – это то, что словами передать очень сложно, поэтому просто умолчим, об этом, думаю, и так всем все ясно. Так вот, после этого мы пошли на зажигание елки у новых ворот и на праздник. Здесь мы увидели скаутов, услышали волынки, мы очень любим скаутов, вы, наверное, скажете, почему это арабы в килтах, в юбочках, вот в этих, да, с волынками. Дело в том, что это началось именно с британского мандата, когда здесь было британское правление на радость всем православным арабам, вообще всем арабам-христианам, с 18 по 48 год. И вот тогда, и при помощи, кстати, именно ирландцев, и образовалось здесь скаутское движение, такое же точно, как в Англии, и наши арабы-христиане с огромным воодушевлением всё это восприняли и сейчас. Любой христианский ребёнок, араб, мечтает быть в скаутских рядах, играть на волынке и маршировать. Вы скажете, ну что это за такое непатриотичный у них, понимаешь, настрой? Что это они так Западу, вот, понимаете, подражают? Да дело в том, что они так только могут чувствовать свою причастность к христианскому миру в стране полностью иуде-мусульманской, да? То есть это единственный их способ показать, мы не иудеи, мы не мусульмане, мы к вам принадлежим, к христианской Европе, к христианскому миру. Вы скажете, ну почему же не к христианской России, да? Но, видимо, Россия не смогла по ряду исторических и других причин вот такое влияние на Палестину оказать, как оказала Западная Европа. Ну что же, у каждого своя роль, и здесь никого не нужно ни критиковать, ни осуждать, ни жалеть ни о чём. Россия тоже играет определённую роль, но, к сожалению, в основном для русскоязычных репатриантов, не для местных арабов. Все вот эти ребята, молодые, которых вы сейчас видите, очень многие, окончив заграничные школы в Иерусалиме, вот нашу англиканскую школу, или французские колледжи Фрер, или другие иностранные школы, которые здесь есть, потом, как правило, уезжают учиться за границу. Практически все арабские христианские семьи в результате имеют родственников в Европе. Там учились их дети или учились родители, какой-то брат остался там, какой-то брат вернулся в Палестину, его дети потом к дяде уехали работать или учиться. То есть, в принципе, арабские христианские семьи у нас все живут на 2-3 страны, и очень многие смешанные. Среди даже наших друзей, арабов-христиан, да добрая половина. Жена или из Голландии, или из Америки, или из России, или, наоборот, жена местная, муж у неё американец. То есть таких семей очень много. И это именно теперь, я думаю, вам до конца понятно, почему так. Потому что Израиль – страна, которая никаким образом не поддерживает христиан. Она допускает арабам-христианам быть христианами, не преследует их, но, тем не менее, всё остальное вокруг нехристианское. И, конечно, их тянет к Европе и Соединённым Штатам тоже в какой-то степени, потому что тоже всё-таки там есть большие христианские общины. Русскоязычные израильтяне и даже некоторые ивриты, говорящие, стремятся в декабре обязательно побывать в Иерусалиме, чтобы насладиться вот этой праздничной, рождественской, новогодней атмосферой. Ну, а в былые времена многие уезжали на это время из Израиля либо в Европу, либо в Россию. И вот в 2019-м, как раз перед пандемией, наша семья тоже побывала в декабре месяце в Москве. Мы видели наряженную ёлками и огнями Москву, были на балете «Щелкунчик» и даже на новогоднем детском концерте в Большом зале консерватории. Песня «Щелкунчик» Можно назвать ещё и другие причины, по которым люди уезжают из Израиля. Невозможность приобретения недвижимости, дороговизна, опасность, также политическая нестабильность, нестабильность у тех, которые работают в плане туризма, паломничества, тоже это вещь, которую никто не гарантирует. Но кроме всего этого, который, может быть, как-то можно терпеть, так же, как и этот климат и жара невыносимая иногда, есть ещё другая проблема, которая для меня, как сознательный православный христианин, может быть самая главная. Да, здесь святая земля, здесь есть святые места, да, здесь есть то, что называется хранители святых мест, в том числе и русское присутствие, и греческое православное хранители, гроба Господние, Святогробское Братство. Но их ориентация в основном – это для хранения статус-кво на святых местах, то есть, что эти святые камни принадлежали нам, и, конечно, доходы от паломников, то есть направление Иерусалимской Церкви. И русская миссия – это, конечно, своих соотечественников из других стран. Получается, что прихожаны, как мы, остаются, как бы, в принципе, без духовного, нормального, как бы, литургической жизни. То есть, если ты не православный араб, в принципе, ты существуешь, то есть, ты ходишь в храм, ты можешь участвовать, ты можешь стоять на службе, причаться, но нету нормальной здоровой общины. То, что как раз есть в Европе, в Англии, в Америке. Найдём ли мы то, чего ищем здесь, в Северной Ирландии, покажет время. Одному Богу известно, что ждёт нас впереди. Мы же пока на сегодня прощаемся с вами и обещаем, что буквально через несколько дней мы выложим наше следующее видео, в котором вы увидите весь наш путь от Иерусалима до Северной Ирландии. И узнаете также, как нас встретила наша Новая Земля. До свидания, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Если ещё не подписались, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ну, а если видео понравилось, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok